МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ремонт и реконструкция автодорог. Пожалуй, эту тему смело можно назвать приоритетным социальным проектом в масштабах республики. Уже известно, что со следующего года строить и ремонтировать дороги в Морел будут по новой технологии, предусматривающие большие нагрузки и рассчитанные на долгий срок службы. Еще одна социально-бытовая проблема – переселение из ветхого жилья. При поддержке федерального бюджета в этом году в Морел расселят 117 аварийных домов в 9 муниципальных образованиях. Таким образом, почти 2000 человек получат новое жилье за счет государства. Злободневный для ежкаролинцев вопрос, похоже, разрешится в ближайшие годы. С 2014-го дороги республики начнут строить по новой технологии, которая более соответствует реалиям и потребностям сегодняшнего дня. Высокие нагрузки, на которые не рассчитаны спроектированные в советские годы улицы Ежкаролы, будут учтены в первую очередь. Новые технологии получат обкатку совсем скоро. В городе начинается строительство Воскресенского проспекта. По новым принципам, с особой прочностью покрытия и ливневой канализацией. Начинаем работу по Воскресенскому проспекту строительства. Это будет первая дорога в городе, которая предусматривает передвижение большегрузного транспорта. В городе Ежкароле требуется несколько миллиардов рублей, чтобы сделать ливневки соответствующие. Потому что, к сожалению, в годы советской власти, когда дороги строились, никто не предусматривал технологии. Как снег выпал, так он таял на дорогах. Не было стоков, не было ливневок сделан должным образом. Сегодня это беда города. И городские власти, получив дорожное хозяйство в наследство от длительного времени, должны за короткий срок удовлетворить потребности населения и сделать дороги хорошими. Это просто физически невозможно. И не потому, что муниципальные власти не хотят, а потому, что это невозможно. Сегодня вместе с правительством республики мы подготовим специальную программу «Дороги города», где предусмотрим соответствующее финансирование, проектирование, проектирование по новым технологиям с учетом новых требований. С 2014 года мы начнем строить дороги по новым технологиям. И я думаю, что они будут отличаться современным стандартам. Первые работы на месте будущего проспекта уже начались. Напомню, его построят в районе улицы Ишкинина. Здесь, помимо прочего, будет применяться и новая дорожная техника. Сейчас делается проектная документация. Туда закладываются новые технологии, то есть новая конструкция дорожной одежды с применением новых материалов, новых, как я сказал, уже технологий и новой техники, которая уже закуплена и есть в наличии республики. И планируется строительство этой дороги. И я думаю, что с этой дороги мы постепенно улучшим всю сеть наших дорог. Еще один важный вопрос, по которому приняты ключевые решения – переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. В ближайшие три года эта проблема будет решаться в порядке софинансирования из федерального и республиканского бюджетов. За этот срок потратить на переселение планируется около полутора миллиардов рублей. Мы подписали соглашение с Фондом реформированного жилищно-коммунального хозяйства. И за три года мы должны получить полтора миллиарда на снос ветхого жилья и переселение граждан из ветхого жилья. Своей стороны правительство Республики Морел, муниципальное образование, обязано обеспечиться финансированием данной программы. Более 600 миллионов в этом году приходит федеральных денег и порядка 300 миллионов муниципальное образование правительство Республики Морел отправляет на софинансирование. Я думаю, что это реальная программа, которая позволит расселить ветхие дома. Проблема уже назрела. Напомню, что по данным на начало 2013 года только в Ешкарале фонд аварийного и ветхого жилья насчитывал более 300 домов. И тенденция последнего времени такова, что все чаще надзорные органы признают аварийными, формально пригодные к жизни дома. Поэтому стоит ожидать, что программа переселения будет не раз откорректирована. Марийский государственный театр оперы и балета и телерадиохолдинг на Патриаршей представляют. Балет «Эсмеральда» под открытым небом. 17 июля в 21.00. Патриаршая площадь. Телефон для справок 64-19-52. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. ТВ и радио на Патриаршей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok